Приветствую вас, справедливости ради надо сказать, что любите ли вы или нет, это может знать только вы, и никто больше, вот. Ага, ну просто потому что это ваши чувства, это ваши эмоции, и только вы можете знать, что они из себя представляют, да? Вот. Но, но, значит, как мне кажется, как мне кажется, корень ваших навязчивых мыслей в том, вы пишите, что раньше я испытывала счастье от любви, а сейчас более равнодушна к ней. То есть очевидно, что, вероятно, в вашей жизни что-то происходило такое, что вселило в вас либо страх близости, либо, либо страх потерять. Ну, потерять своего мужчину, например, потерять, там, свою любовь, например, и так далее. Хотя, вы, наверное, ну, наверное, вы скажете, что это не так, но, тем не менее, тем не менее, у того, что происходит, есть причины. И навязчивые мысли, которые, которые у вас имеют место быть, это результат запретов. Каких запретов, каких запретов, я, к сожалению, сказать не могу, сейчас не могу, потому и потому, что для этого нужно анализировать, для этого нужно анализировать, для этого нужно разбираться, вот. Ага, но то, что навязчивые мысли, это результат запретов, это совершенно точно. Точно. И получается, что у вас где-то в чём-то есть запрет, получается, что где-то что-то вы себе запрещаете. Вопрос только в том, что именно вы себе запрещаете и по какой причине. Вот. Например, вы сомневаетесь в том, что это любовь и предполагаете, что можете разойтись с мужчиной, да, если это не любовь, с тем, чтобы искать дальше, собственно, свою любовь. Но, может быть, мужчина не хочет искать дальше свою любовь. Может быть, ему вполне достаточно того, что он с вами. И это, в любом случае, его выбор. Понимаете? Вот. В любом случае, это выбор мужчины. И мне кажется, мне думается, что вам этот выбор так или иначе нужно уважать. Если вы, ну, если вы хотите быть счастливой, если вы хотите строить нормальные здоровые отношения, то выбор вам нужно уважать. Тот выбор, который делает, собственно, мужчина. Вот. А иначе, иначе, по-другому просто никак. Далее. Если говорить о том, что такое любовь, да, и, ну, в контексте того, что вы сомневаетесь в том, что вы с ним, потому что он такой человек, да, то вы принимаете его, а не потому что он такой идеальный. Вот. Вот. В этом вы сомневаетесь. То есть он для вас идеальный, и вы, соответственно, боитесь, что вы с ним только поэтому, да, только потому что он вот такой идеальный. Но ведь на самом деле любовь – это и есть идеализация, по большому счету. Любовь, эээ, в, вот, ну, в таком понимании, это не что иное, как наделение человека теми качествами, которых у него нет. Поэтому в этом, в этом смысле можно говорить о том, что вы его любите. Еще, эээ, любовь можно определить по тому, эээ, как вы относитесь к самому человеку, то есть чего вы, эээ, грубо говоря, для него хотите. То есть вы хотите, например, чтобы он был, эээ, счастлив. Допустим. Ну вот, именно мужчина был счастлив. Хотите вы этого или нет? Если хотите, значит это любовь. Если вы хотите самой быть счастливой, то, соответственно, тут уже нужно, эээ, подумать. Ну вот. Эээ, с другой стороны, с другой стороны, эээ, вы говорите о том, что к любви вы, эээ, стали равнодушны, но, эээ, разрешите с вами не согласиться, эээ, именно в том, в том плане, что, если бы вы были безразличны к любви, как вы говорите, если бы вы были безразличны к любви, эээ, то, я думаю, что вы бы не посвящали бы так много, эээ, времени, эээ, размышлением о ней. То есть размышлением о том, ээ, любовь ли это или нет. А раз уж вы размышляете об этом, значит, ну, это для вас всё же важно. Другое дело, что в этом вы себе не признаётесь. И интересует, конечно, вопрос, а в чём ещё вы себе не признаётесь? То есть какие ещё, эээ, аспекты вы от себя сами, ну, вот, эээ, допустим, эээ, склонны скрывать? И с какой, эээ, стати вы это делаете? То есть всё это похоже на определённый страх, эээ, счастья, на такое, знаете, эээ, ну, может быть, подсознательное чувство, что, эээ, вы недостойны, эээ, может быть, эээ, того, чтобы, ээээ, эээ, жить и быть в гармонии с, эээ, мужчиной. Такое ощущение, что вы, ээээ, недооцениваете себя. Кроме того, эээ, есть, на мой, на мой взгляд, эээ, некоторая противоречия ещё и в том, что, эээ, ведь, ведь мужчина это для вас по-прежнему идеальный, да? А вы говорите о том, что, ээээ, ну, подостыли, охладели и так далее. Это, на мой взгляд, эээ, тоже несколько противоречиво, потому что, если бы вы охладели, то вряд ли вы бы считали своего мужчину идеальным, ну, потому что, идеальных людей нет. И вот здесь мы подходим к ещё одному пункту ээээээ, выработав отношения к которому вы вполне может быть ээээс сможете лучше себя по-ниспонимать. Ээээ, это пункт, эээ, который представляет из себя эээ следующее. Как вы относитесь к тому, что у мужчины могут быть, именно могут быть, они не обязательно есть, но они могут быть, недостатки-недостатки. То есть готовы ли вы их принять, эти самые недостатки? Если вы недостатки принять готовы, то в большей степени это можно считать любовью. Если вы недостатки принять не готовы, то в меньшей степени уже это можно назвать любовью и в большей степени это скорее либо привязка, либо проекция. Ну, то есть когда вот у вас есть некий такой идеальный, может быть, образ, ну, мужчины, да, и вы, соответственно, этот образ как бы перемещаете на реального человека, но при этом игнорируя его, собственно, реальные качества, его реальные характеристики. Вот. Делается это по разным причинам, абсолютно по разным причинам. То есть иногда это делается из недоверщённых дел, например, с отцом, да, то есть, ну, у вас, например, были не очень хорошие отношения с папой, и вы вот так вот перенесли эти отношения на своего мужчину. Вот. А у идеализации может быть и другие причины, например, потребности, например, страхи, например, комплексы, вот, какие-то установки, да, могут быть тоже, ну, то есть, что, допустим, мой мужчина, да, ну, например, например, мой мужчина, как бы, как бы, думаете вы, обязательно должен быть, там, грубо говоря, идеальным, да, вот. То есть не идеальный мужчина мне не подходит, как бы, думаете вы, вот. Ну, а идеальный мужчина, это что такое? Ну, по сути, по сути, что это? Идеальность мужчины это социальный, э, социальный субъект, это социальный аспект, идеальность. Идеальность мужчины это социальный аспект, он идеальны с точки зрения, э, э, ну, какой-то социальной группы. Значит, другое дело, если вы в нём сами видите только одни позитивные качества, то вы его идеализируете, ну, потому что только позитивных качеств человек быть не может. Вот. Является ли идеализацией, идеализацией, точнее, признаком того, что вы не любите его? Нет. Идеализация является естественным проявлением влюблённости и любви. Вот. Другое дело, что признак зрелости в том, чтобы принять и недостатки человека, и вот здесь уже начинаются вопросы. Я полагаю, что обо всём этом вам имеет смысл подумать, и тогда уже вы определитесь и, думаете, сможете более полно ответить себе на свой вопрос. мы ответить на вопрос, любить или вы не можем. Очевидно, у вас есть бессознательный страх, возможно, перед близостью, в том числе и эмоциональный. А страх эмоциональной близости – это всегда либо психотическая, то есть зависимая позиция от человека, либо это непринятие себя. С этим, опять же, тоже нужно разбираться. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok